Как мы видели, реакция в Турции на события последних дней полярная. От неудобства и даже скорби многих рядовых граждан Турецкой Республики до открытого злорадства и даже русофобии иных турецких активистов и даже политиков. Как мы рассчитываем, уже до конца этого нашего выпуска станет известен перечень контрмер, которые будут одобрены президентом России. Думаем, что и на личном уровне многие откажутся сейчас от туристических туда поездок. Ну, мало ли что. Но, конечно, и подряд хочется, и выездной туризм никто не отменяет. Так куда, если все-таки хочется именно восточного колорита? Подчеркнем, в командировку в так же мусульманское и так же безвизовое королевство Марокко наш спецкор отправился еще до всего. Когда нас позвали туда на такое, безусловно, любопытное и необычное для восточной страны мероприятие, как открытие памятника Пушкину. Ну, а теперь получается так о том, чего властям Турции есть теперь поучиться у марокканцев. Дмитрий Хрусталев. Смесь песнопений, берберов, арабов и той Африки, что уже южнее Сахары. И этнотические ритмы музыки Гнау, потомков черных рабов из Центральной Африки, разносятся далеко за пределы главной площади Маракеша Джема Альфна. Здесь же заклинатели змей соседствуют с торговцами кожи, ковров и традиционных марокканских чайников. Совсем другие пейзажи в самом населенном городе страны Касабланке, воспетой в мировом кинематографе, как перекресток всех дорог. Но сегодня это именно марокканский город. Визитная карточка экономической столицы королевства – мечеть Хасана II на берегу Атлантического океана. Высота ее минарета – 210 метров. Рядом – самый крупный порт королевства. Тем более удивительно видеть в Касабланке и Рабате следы православия. Формирование русской колонии в Марокко началось после революции в России. Церковь Воскресения Христова в столице Марокко строили на деньги белых эмигрантов. Икона святителя Николая Чудотворца, привезенная из русской эскадры, находившейся в Безерте. Одними из первых наших прихожан, теми, кто устроил здесь жизнь, прихода, и кто пригласил сюда первого священника, были как раз моряки из русской эскадры. То есть уже давно и русские люди через Марокко знают этот уголок мусульманского мира, а марокканцы знают и ценят русских. А среди наших эмигрантов, заброшенных судьбой в Северную Африку, были и родители потомственной графиней Прасковьи Шереметьевой. Сама Прасковья Петровна родилась и выросла в Марокко. Здесь похоронены ее родители. Вспоминает, что дома всегда было строгое правило. Говорить можно было только по-русски. Тем более, что после революции через Север Африки ехали представители самых именитых русских семей, в том числе потомки великого писателя Толстого. Наш дом был полон русскими. Они приходили, у нас гостили. Например, вот Граф Толстой, он у нас жил какое-то время в нашем доме, в нашей квартире. И он мне рассказывал про Россию. То, что он мне рассказывал про Ясную Поляну, ему мне было 9 лет. Но все-таки я это помню. А что же еще сегодня? Что общего у России с этим безвизовым для нас королевством Северной Африки? Оказывается, многое. Глядя на эти кадры, нет сомнений. А Россия в Марокко помнят. И лучше всего, выпускники еще советских вузов. Интерес к русскому языку и русской культуре они теперь прививают молодежи. В курортном городе Агадир, где любят отдыхать и наши туристы, отныне есть институт имени великого русского поэта Пушкина. А внутренний марокканский дворик украшает бюст Александра Сергеевича. Мне представляется, что это очень важно, поднимать из глубин истории каждого народа какие-то скрепы, которые бы связывали нашу страну, Российскую Федерацию, с другими странами. А Пушкин в этом смысле является символом и скрепляющим узы истории и культуры. Но есть и еще одни узы, экономические. Товарооборот между Россией и Марокко растет с каждым годом. Цифра уже превышает 2 миллиарда долларов. Львиная доля это продукты питания. Долина Сус, наиболее плодородная земля королевства. Здесь выращивают овощи и фрукты. Самые известные, конечно же, марокканские апельсины и мандарины. В советские годы ни один новогодний стол не обходился без африканских цитрусов. Впрочем, и сегодня российский рынок основной для Марокко. Продукцию со знаменитой маркой черным ромбом можно найти у нас почти в любом магазине. Работают здесь несколько смен. Собранный урожай быстро распасовывает и отправляет на экспорт. За океан, в Евросоюз и, конечно, в Россию. Ящики с надписью «Продукт Марокко» морем через 9 дней будут в Санкт-Петербурге. Дальнейшая судьба этих торговых и культурных связей в руках тех, кто пока еще сидит за школьной партой, но уже вбирает в себя традиционное для марокканцев желание понять и другие культуры. И судя по тому, как уверенно эти дети поют на русском, будущее есть. Дмитрий Хрусталев, Станислав Петров и Полина Музалькова. Вести в субботу. Касаблан, Карабат, Маракеш, Агадир.